За последние несколько недель спрос на UnionPay вырос в разы. Если до событий на Украине один из ведущих банков страны выпускал единицы карт китайской платежной системы, то теперь порядка 6 тысяч ежедневно. Ажиотаж произошел из-за того, что россияне потеряли возможность расплачиваться визой и мастер-кард за пределами страны. Основное это, конечно, расчеты за границей. То есть если человек планирует отпуск за границей, либо планирует рассчитываться на интернет-сайтах зарубежных, либо командировки у него за границей, то есть эта карта, скажем так, прямая альтернатива картам визы и мастер-кард. UnionPay можно бесплатно выпустить в приложении, а вот за пластик придется платить. Если раньше карта UnionPay стоила 5 тысяч рублей, то теперь 15, но новая стоимость оказалась по кошельку ударила не сильно. Причем часто люди берут данную карту не для того, чтобы ее использовать, проводить расчеты, ехать за границу, использовать по назначению, а просто для того, чтобы она была, чтобы лежала там в столе, им так спокойнее. То есть это, естественно, может навредить тем, кому эта карта жизненно необходима. А необходима она прежде всего тем, кто не может вернуться домой. А таких немало. Процесс транспортировки тормозится из-за проблем с авиасообщением. Изострявшим туристам китайская система платежей требуется как никому другому. Туристы звонят в банки, оперативно ее оформляют. А вот что касается будущих туристов, то в ближайшее время UnionPay им вряд ли понадобится, прогнозируют специалисты турсферы. Те туристы, которые у нас планируют отдыхать, ну мы вообще сейчас не можем прогнозировать, как они и где будут отдыхать, потому как, ну вот по моему прогнозу, наверное, в этом году отдыхать будут очень немногие за рубежом. Кстати, на сегодняшний день в Барнауле всего несколько банков, которые могут выпускать UnionPay. На подключение к системе других уйдут месяцы. Специалисты банковской сферы отмечают и недостатки китайской платежной системы. Расплачиваться ею можно не во всех торговых точках, а снять наличные лишь там, где есть наклейка с логотипом UnionPay. Но на сегодняшний день альтернативы для желающих отправиться за границу нет. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин